Два раза в год, осенью и весной, в Сарове проходят месячники по благоустройству. Другими словами, городские субботники. И на этот раз редакция телеканала «16» не смогла остаться в стороне от этого важного и полезного для родного Сарова события. Отложив в сторону домашние дела и заботы, вооружившись граблями, лопатами и метлами, сотрудники канала «16» отправились в соседний двор, чтобы вместе с жильцами убрать мусор и собрать опавшие листья. Природа подарила участникам субботника отличную погоду. И полезная работа на свежем воздухе в приятной компании стала еще плодотворнее. Я мог, ну кто-то бы сказал, поспать до полудня, погулять в этот прекрасный день, когда погода еще теплая, впереди холода, купить арбуз, который почти заканчивается в магазине. Но я здесь, среди, я считаю, счастливых людей. Рядом со зданием, в котором расположена редакция канала «16», находится просторный, но в то же время уютный двор. Силкина – 43, Александровича – 41 и Куйбышева – 23. Жильцы этих домов круглый год следят за состоянием внутридворовых территорий, клумбами, детской площадкой и зелеными насаждениями. Я здесь живу, живет мой сын, живут мои родители, поэтому на общее благо решил помочь, убраться. Это правильно, когда чем-то занимаюсь, я и во дворе, он же наш, и хорошо. Сотрудники канала «16» не только рассказывают зрителям о том, как в городе проходят субботники, но теперь и сами в них участвуют. Ради полезного и коллективного дела телевизионщики на время отложили камеры, микрофоны и программы по монтажу видео. Каждый раз, когда иду на работу, я прихожу мимо этого двора. И всегда приятно, когда двор чистый, когда все блестит, когда действительно ты идешь и тебе хорошо. Потому что солнце, оно заставляет радоваться, а чистый двор заставляет быть чистым душой и соблюдать этот общественный порядок. Я считаю, что в городе должно быть чисто, точно так же, как и у себя дома, у себя в квартире. И нужно убираться, чтобы просто было чисто, чтобы детям было удобнее гулять, особенно вот на этой площадке. Ни одно хорошее и полезное дело не получится без тех, кто возьмет на себя ответственность за организационные вопросы, подготовить инвентарь, сделать так, чтобы все участники пришли в назначенное время и самое главное – замотивировать на плодотворную работу. Такие обязанности ложатся на плечи руководителя коллектива. Коллективный труд, он же объединяет, как говорил Кот Матроскин. Поэтому, в первую очередь, сплощение коллектива – это такой тимбилдинг в каком-то смысле, общение с жителями двора. Еще одним идейным вдохновителем субботника стал депутат Городской думы по 25 округу Евгений Михеев. За работой жильцы могут задать народному избраннику интересующие вопросы и обсудить с ним благоустройство двора. Субботник в этом дворе, хотя я в нем и живу, прожил впервые. Это проводят субботники в других дворах. Опыт моих других показывает, что действительно очень полезное мероприятие. В рамках месячника по благоустройству в Сарове традиционно пройдут акции по уборке городских территорий, очистке поймы реки и посадке деревьев. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.